Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. В начале выпуска расскажу, какие нововведения в законодательстве вступают в силу в августе. В сравнении с прошлым годом и позапрошлым очень сильно в этом году поднялись цены. В какую цену обойдется борщевой набор в магазинах округа? Гарантийный срок по контракту 3 года, но я надеюсь, что спортивное еду прослужит ученикам школы долгие годы. Специальная комиссия проверила готовность гимназии номер 44 к новому учебному году. Приехали играть за хорошим настроением, за волейболом, за общением. Просто покайфовать, просто получить море удовольствия. На Кореневском карьере прошел турнир по пляжному волейболу. А теперь подробнее об этих и других новостях. Каждый месяц в законодательстве Российской Федерации появляются новые статьи. Вот некоторые нововведения, которые ждут нас в августе. С 1 августа любители здорового и активного образа жизни смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Если вы ходите в бассейн, спортивные секции и фитнес-центры, не забудьте взять копию договора на оказание услуг и кассовые чеки. А затем отнесите документы в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что общая сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год. Таким образом, максимальный вычет составит 15 600 рублей. Эта мера коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года. И будет распространяться как на взрослых, так и на детей. 22 августа вступят в силу поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Автовладельцам для оформления полиса обязательной автогражданской ответственности не нужно предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Тем не менее, техосмотр не отменен. Его по-прежнему надо проходить. Потому что с 1 марта 2022 года за отсутствие карты о пройденном техосмотре будут штрафовать на 2 тысячи рублей. Это уже внесено в Кодекс об административных правонарушениях. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер. А штраф могут выписывать каждые сутки. Из предприятий в Томилине на мировую авиационную арену. На заводах имени Миля и Камова создаются вертолеты, которые покорили небо не только над Советским Союзом, но и всем миром. В Советском Союзе тоже создавались автожиры под руководством Камова, под руководством Миля. Автожир. Этот термин не связан с лишним весом. Это название летательного аппарата, с которого началась история винтокрылой авиации как в Советском Союзе, так и мире. Двигатель автожиры, гибрида самолета и вертолета, вращается в полете за счет потока воздуха. Летает аппарат с помощью тянущего самолетного пропеллера. Слово автожир происходит от греческих аутосам и гирос, круг вращения. Авиаконструкторы Николай Ильич Камов и Михаил Леонтьевич Миль начинали свои работы именно с этих летательных аппаратов в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Николая Егоровича Жуковского еще в 20-30-е годы. Нынешний национальный центр вертолета строения – это два предприятия. Московский вертолетный завод имени Миля и акционерное общество Камов. Существуют они более 70 лет. И за эти 70 лет два вертолет-строительных коллектива создали вертолеты всех классов. От легкого до сверхтяжелого. И нашему предприятию принадлежит мировой приоритет в создании в том числе тяжелых вертолетов. Были созданы вертолеты гражданского назначения, вертолеты боевые, вертолеты морские. Вертолет Ми-1 создан в 1948 году и эксплуатировался до середины 80-х. Ми-4 создали всего за один год. Это первый летательный аппарат, который выпускался на экспорт. Следующее изобретение – Ми-6. Никто не думал, что такой вертолет вообще может быть. А сейчас подобное есть в этом подобном месте? Ми-26? Да. Советская авиационная техника произвела огромное впечатление на весь мир. Это первый двухдвигательный газотурбинный вертолет. Изобретения тех лет продолжают использовать для создания новых летательных аппаратов. Предприятие является лидером, понятно, у нас в стране совершенно точно, но и на мировом рынке по тем моделям и вертолетам, которые они производят и проектируют. Это вызывает гордость, уважение. На предприятии работают 4000 высококвалифицированных специалистов. С сотрудниками Национального вертолетного центра пообщались председатель Московской областной думы Игорь Принцалов и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. А стекло, что подельно там, какой-нибудь металл, вот такая, не только как в Европе, четыре же ящика, да, по-моему, там стоят. Утилизация отходов, развитие округа и дорожного хозяйства – темы, которые волнуют рабочих. Все вопросы и предложения занесли в протокол. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Московской области продолжается сбор инициатив жителей для подготовки партийной программы «Единой России. Подмосковье. Территория перемен». Так, в Люберцах обсудили новую социальную политику. Материальную помощь от государства могут получить граждане с низкими доходами. Для этого нужно заключить так называемый социальный контракт с органами социальной защиты по месту жительства. Работа идет по пяти направлениям. Трудоустройство, открытие индивидуального предприятия, ведение личного подсобного хозяйства, содействие в банкротстве. Если у гражданина накопились долги на сумму более 500 тысяч рублей. На открытие индивидуального предприятия можно получить до 250 тысяч рублей. Правда, если в течение года предприниматель закроет дело, деньги придется вернуть. Заявление на участие в программе подается на сайте Госуслуг. В Люберцах проверили стоимость овощей. Представители народного контроля вместе с депутатами Мособлдумы провели мониторинг цены на свеклу, капусту, морковь, лук и картофель. Так называемый борщевой набор. Результаты проверки в нашем сюжете. Активисты проекта «Народный контроль» каждый день мониторят цены на сезонные овощи в разных городах Московской области. На этот раз проверку провели в сетевых магазинах и киосках Люберец. В сравнении с прошлым годом и позапрошлым, очень сильно в этом году поднялись цены на борщевой набор. Это, как я сказал, картофель, свекла, морковь, капуста и лук. Произошел резкий скачок цен на 20-30%. В среднем стоимость картофеля выросла в полтора раза, моркови – в 2-3 раза. Ситуацию спасают скидочные акции в сетевых магазинах. Мы должны контролировать, чтобы хотя бы минимальный набор, так называемый борщевой набор, выдерживались по цене и были доступны для малообеспеченных слоев населения. В овощном киоске на одной из улиц Люберец цены оказались выше, чем в магазине по соседству. Например, в супермаркете картофель стоит 39,90, а в киоске на 10 рублей дороже. Но самые низкие цены на овощи, по словам координатора народного контроля, на сельскохозяйственных ярмарках. Мы видим, что там есть конкуренция серьезная, там есть напрямую уже с фермерского хозяйства. У фермеров убран налог. Эта преференция сделана в Московской области специально как раз для поддержки предпринимателей, поддержки фермеров, поддержки сельского хозяйства. В Подмосковье работает почти полторы тысячи ярмарок, но в основном выходные, а продукты нужны каждый день. Обращения жителей были, они регулярны в администрацию, в партию и в Министерство потребительского рынка, потому что жители очень живо реагируют, особенно если есть какое-то повышение. Конечно, будем стараться стабилизировать, для того, чтобы стабилизировать, надо понимать причины. Принято решение провести рабочее совещание с представителями торговли для обсуждения возможного регулирования цен на сельхозпродукцию, чтобы держать ситуацию под контролем. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структур и управления рассказали об итогах работы за прошедшую неделю. С 26 июля по 1 августа на территории округа ликвидировали 10 пожаров. Отдельное внимание уделили вопросу проезда специальных служб во дворы, где есть шлагбаумы. Все шлагбаумы, которые находятся в квартирных домах, в дворном езде государственные товарищи, должны быть оборудованы автоматическим открыванием для пропуска пожарной техники. На сегодняшний день рассматривается вопрос о создании звукового детектора, который будет распознавать сигналы скорой помощи, пожарных и полицейских машин и автоматически открывать шлагбаумы. Что касается безопасности на дорогах, на обочинах удалили 9 аварийных деревьев. В рамках организации безопасности дорожного движения проведено в нормативном состоянии 36 дорожных знаков, установлено 28 новых. Продолжается работа по ремонту пешеходных тротуаров. На прошедшей неделе работы ввелись по улице Митрофаново. Площадь ремонта составила 513 метров квадратных. В 2021 году запланированы работы на 18 тротуарах. 13 из них уже отремонтированы. Кроме того, обновили подземный переход в Томилине. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Как сделать городскую среду комфортнее? Какие дома нуждаются в ремонте? А где требуется благоустройство двора? Эти и другие вопросы обсудили с представителями власти и общественных организаций. Встречи за чашкой чая давно стали доброй традицией. Общение в неформальной обстановке располагает к доверию. Диалог с властью помогает общему делу – сделать комфортнее жизнь люберчан. Эти же цели у федерального проекта «Городская среда», который успешно реализуется в Подмосковье. С доклада о его реализации и начал встречу региональный координатор проекта, депутат Московской областной думы Игорь Каханый. До 2017 года мы еще и стали чуть больше и дворовых территорий делать, так и плюс мы еще стали обустраивать наши общественные пространства. У нас от 1300 до 1400 дворовых территорий ежегодно благоустраиваются в Подмосковье. Федеральный партийный проект «Городская среда» стал продолжением губернаторской программы, в рамках которой коммунальные службы должны приводить в порядок не менее 10% дворовых территорий. И тут главное, чтобы власть знала, на какие дворы, дома и территории, нужно обратить внимание. Должна быть на территории обратная связь. Есть администрация, есть депутаты и жители. И вот в этом сообществе, если мы что-то делаем, неважно, двор, подъезд, капитальный ремонт, парк, мы должны найти общий язык, чтобы это было лучше. Потому что деньги, которые выделили в Совет депутатов, мы должны их правильно использовать. Мало того, чтобы правильно использовать, нужен постоянный контроль. Участники встречи вопросы задавали наперебой, ведь их и пригласили, чтобы выслушать проблемы. Представители администрации и депутаты внимательно слушали, держали ответ или записывали обращения. И именно из них состоит план работы на ближайшее будущее. Я проживаю в районе ЖК «Самолет». Это очень новый, хороший, стильный район, благоустроенный район, в котором живут жители, в основном молодые семьи, с детьми живут. И есть, естественно, ряд проблем, с которыми жители сталкиваются. И одна из таких существенных для жителей этого микрорайона проблем – это проблема отсутствия зоны отдыха. Мы пришли с разными вопросами, как вопросами благоустройства, так и вопросами транспортной, инфраструктуры и освещения. То есть вопросы разноплановые. По вопросу реакции хотелось, чтобы было больше содействия, чтобы прислушиваться к народу. Мнение жителей как раз и есть отправная точка в реализации проекта «Городская среда». В планах на этот год – благоустройство 38 дворовых территорий, строительство пяти детских площадок, очистка Малаховского озера и зоны отдыха в парке «Лапса». Все это будет выполнено в полном объеме и в срок, уверен региональный координатор проекта Игорь Каханый. Виталия Куликова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Лето. Отличная пора для пеших прогулок. Люберчане могут приятно провести время в парке «Малаховское озеро». Большая часть благоустройства здесь выполнили в 2020 году. На месте заросшего леса сейчас современный парк. Однако поддерживать хорошее состояние зоны отдыха нелегко. Прогуливаться по чистому обустроенному парку люберчанам пришлось недолго. Плиты на дороге к Малаховскому озеру уже испорчены. И здесь вандалы оставили свой след. «Здесь видеокамеры установлены. Они не всё охватывают. Мои сегодня даны поручения доустановить видеокамеры. Понятно, что будем ловить, вылавливать, другого пути нету, и надо наказывать. Наказывать рублем при необходимости зарядить уголовные дела, потому что упрашивание, какими-то такими, скажем, просьбами, пока не получается». Те же меры наказания ждут вандалов, которые ломают скамейки и переворачивают урны. Пробелы есть не только в системе охраны территории, но и её содержании. «Вырываешь, тяпка, каждое дерево, вот этот кустарник, пропалываете и засеваете». Помимо проведения текущих работ, здесь планируют завершить третий этап благоустройства. Вокруг озера проложат пешеходную дорожку. «Пешеходная зона освещенная, с мостиком в районе Удельной. Мы планируем соединить два берега. Вот реки Македонка или там, где Македонка впадает, Малаховское озеро». «Ещё одно очень важное направление – это экологическая реновация, наверное, так можно назвать, дна озера Малаховского. Полностью сейчас подрядчик определён, вышел на работу и будет чистить дом на его отложение, для того, чтобы эти открытия и родники, которые будут чистить в дальнейшем озеро». На территории парка появится доступная Wi-Fi-сеть, шезлонги и дополнительные скамейки. Глава городского округа провёл традиционную инспекцию по ходу реализации программы капитального ремонта домов. На этот раз Владимир Ужицкий проверил, как ведутся работы на доме 4Б по улице Строителей. Обсудил с подрядчиком сроки окончания капремонта. Продолжение в сюжете Виталии Куликовой. Главная тема, которую теперь обсуждают жители дома 4Б по улице Строителей – капитальный ремонт фасада, их пятиэтажки, почти завершён. Новость хорошая и долгожданная. Ведь этот дом – наследие хрущёвских времён. На страницах его полувековой истории капремонт не значился ни разу. «Я живу в этом доме с 69-го года. Дом, конечно, был не ахти. Ремонт делали, но некачественно. Всё облезало. Сейчас, конечно, сделали очень хорошо». Жители внимательно следят за ходом ремонтных работ. Насколько тщательно строители утеплили межпанельные швы, качественная ли краска на фасаде – сейчас всё внимание цоколю. Ход капитального ремонта дома приехал проверить и глава округа Владимир Ружицкий. «Я думаю, что зима уже будет другая у этих жителей, потому что реально дом сделали теплее. Но стоит задача – подобные дома приводить в порядок, чтобы дом не примерзал зимой». Глава поинтересовался у жителей, всё ли их устраивает в обновлённом доме. И призвал незамедлительно обращаться в администрацию, если вдруг они заметят какие-то недостатки. Качество ремонтных работ проверяет не только время. «Мы несем как генподрядчики гарантийные обязательства с установленными сроками. И по качеству работы, естественно, у нас есть свой стройнадзор, технадзоры наши, которые проводят контроль. И плюс ещё представители ГБУ и фонды капитального ремонта, которые у нас принимают эту работу, которые подписывают нам акты сдачи, приёмки данных объектов». В этом доме строители должны завершить ремонт уже завтра. Остальные объекты – на финальном этапе. Сегодня в работе 115 многоэтажек. Фронт работ у каждой свой. А вот срок сдачи – единый. Четвёртый квартал 2021 года. Виталия Куликова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. К новому учебному году готовы. Межведомственная комиссия проверила текущее состояние гимназии номер 44. На территории образовательного учреждения осмотрели новый стадион, а в здании классы и пищеблок. Баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки и воркаут-зона. Спортивный участок на территории гимназии номер 44 уже готов к урокам физкультуры. Пустое поле превратили в оборудованный стадион. За 20 дней мы устроили спортивное ядро современное с профессиональными баскетбольными щитами. Огородили заворотные зоны, сделали подход к спортивной площадке. Гарантийный срок по контракту – три года. Но я надеюсь, что спортивное ядро прослужит ученикам школы долгие годы. В рамках подготовки к новому учебному году приобретены учебники и пособия для школьников. Кроме того, межведомственная комиссия проверила состояние столовой. Комиссия всегда готова. У нас также теперь в соответствии с новыми требованиями организатор капитания также будет проверяться два раза в год. Комиссия выполнит проверку люберецких школ до 13 августа. На сегодняшний день приняли 75% образовательных учреждений. В ряде учреждений по настоящее время до 15 августа будут проводиться ремонтные работы. Это и благоустройство прилегающих территорий, и ремонтные работы внутри помещений. В составе межведомственной комиссии находятся сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора и других служб, которые отвечают за бесперебойную работу школ. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На отремонтированном участке дороги по Новоризанскому шоссе построили новый подземный переход. Проинспектировал дорожное сооружение глава округа Владимир Ружицкий. Трасса «Урал-5». 11 километров Новоризанского шоссе до поселка Октябрьский несколько месяцев находятся на реконструкции. Дорогу расширяют до 8 полос. Все работы проводит федеральное агентство «Росавтодор». Ну, естественно, шумозащитные экраны мы можем наблюдать, уже начали устанавливать. И все строительство по уширению у нас закончится в конце этого года. Пока ремонт не завершен, на трассе временная разметка. Для пешеходов строят новые переходы. Пять подземных и один наземный в деревне Токарева. Один из подземных переходов уже готов. Переход хороший. Я отстану в хорошем месте. Ну, современный подземный переход, который просто делает нашу жизнь еще более комфортной на территории. Поэтому скажем спасибо дорожникам, потому что реально хорошее, красивое дело сделано. В этом месте переход особенно востребован. Рядом автобусная остановка и крупный супермаркет. А так хорошо. Нескользко здорово. Вообще очень нравится, потому что здесь все так стало, как в Москве. Ремонт хороший. Единственное, что люди очень плохо поступают. Мусорят там часто. От этого не так хорошо ходить по этому переходу. Стены уже изрисовали аэрозольной краской. Дорожники регулярно делают уборку, но покрытие портят вновь. Отчего и вид нового сооружения становится, мягко говоря, неэстетичным. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Лучше потерять 10 минут, чем жизнь. Через железнодорожные пути проходят так называемые народные тропы. Люди идут по этим несанкционированным дорогам, пытаясь сократить маршрут. При этом новое ограждение не помеха. Впереди четырехпутная железная дорога. Безопасно ее можно пройти через мост на станцию Хтомская. Но до надземного перехода 10 минут. Поэтому жители предпочитают экономить время и каждый день рисковать жизнью. Вы знаете, если на маршрутку, мне два часа надо ждать. Два часа на маршрутку. А здесь 15-20 минут. Кроме меня, что человек ходит. И просто надписью нету. Я имею право. Вы экономите 20 минут? Да, экономим. Ну, а жизнь, она же одна. Ну, я понимаю, но надеюсь на Бога. Плакаты о несанкционированном переходе и новой перегородке уничтожают буквально через день. Сейчас рабочие закрывают очередную народную тропу. Данный участок постоянно заделывается. Он тут стоит буквально полдня. Дальше выламывается. Не успеваем одну сторону, делаем вторую. И хотелось обратиться к жителям, что жизнь одна. Не надо никуда торопиться. Лучше 5 минут потерять, обойти через положенный маршрут, через мост. Как бы сохранить свою жизнь. С начала 2020 года на этом участке зафиксировали 25 случаев получения травм, 14 из которых оказались смертельными. Айтад Шчерагова, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В Малаховке идет ремонт поликлинического отделения номер 11. Глава округа Владимир Ружицкий оценил проведенные работы и наметил новые задачи. На проверки побывала наша съемочная группа. Поликлиника номер 11 в Малаховке не обновлялась с момента ее строительства, с 1984 года. Сегодня она приобретает новый вид. В конце июля начались ремонтные работы на втором, третьем и четвертом этажах. Время немало. И здесь вот надо дать должное. Мы на аукцион, в том числе, предложили нашу управляющую компанию ЛГЖТ, где есть квалифицированные люди, специалисты. В целом организация работы. Эти работы ведутся полным ходом. Все достаточно на хорошем рационном уровне. Люди полностью обеспечены материалами. Большая часть работы уже завершена. За несколько дней демонтировали старые покрытия, заменили инженерные системы и электропроводку. Начали отделку стены потолков. Финансирование ведется из областного бюджета в рамках программы «Гнилые зубы». Название может быть неблагозвучное, но точное по сути. То есть это точечное финансирование на наиболее проблемные объекты здравоохранения Московской области. На поликлинику было выделено 40 миллионов рублей. И сейчас еще в процессе решения вопроса о дополнительном финансировании в объеме 12 миллионов 800 тысяч рублей. В поликлинике давно не работал лифт, и пациентам приходилось подниматься пешком. Сейчас уже установлена новая лифтовая кабина. Осталось выполнить пусконаладочные работы. В отделении трудится больше 70 врачей. Новое помещение станет комфортнее для медиков и посетителей. Врачи ждут, конечно, потому что некоторые работают с открытием поликлиники. Конечно, этот ремонт даст не просто, как говорится, хорошее медицинское обеспечение, но в то же время эстетическое. Я очень довольна, что будет новый ремонт, потому что так вообще-то в поликлинике чистота поддерживалась. Все время там убирали, видно все, и мусора нет. А если будет ремонт, то это большое спасибо. Отделка этажей завершится в конце августа. В планах осенью приступить к ремонту входной группой и первого этажа. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи состоялась торжественная церемония вручения нового медицинского прибора. Глава городского округа Владимир Ружицкий по поручению губернатора Московской области приехал, чтобы передать медикам аппарат для непрямого массажа сердца. Современная медицинская техника призвана помочь в самых тяжелых случаях реанимации пациентов. Тему продолжит Виталия Куликова. Праздники и торжества на подстанции скорой медицинской помощи – редкий случай. Некогда. Всегда нужно спешить на помощь к пациентам. Вот и на этот раз медики собрались буквально на несколько минут. Повод приятный. Глава округа Владимир Ружицкий приехал вручить современный прибор для непрямого массажа сердца «Лукас». Он необходим в случаях, когда пациент находится в состоянии клинической смерти. Я могу сказать сегодня огромное спасибо за тот труд, который вы делали всегда, особенно за этих последних полтора года, потому что вы сталкиваетесь с конкретными ситуациями, достаточно зачастую очень печальными. Я хотел бы пожелать, чтобы ваш труд, он благодарный в конечном итоге. Но я искренне желаю, чтобы вот этим благодарностью не было конца и края. Я искренне желаю, чтобы вы были тоже здоровы. Каждую неделю в службу скорой помощи округа поступает почти 3000 вызовов. Из них не менее 400 – экстренные. Нагрузка большая, признаются медики. Однако жаловаться они не привыкли. Рады, что в их арсенале пополнение. Таких приборов в Московской области всего 12 штук. И один из них теперь в распоряжении люберецких фельдшеров. Глава городского округа Владимир Петрович Ружицкий вручил этот долгожданный, можно сказать, подарок. Он у нас на люберецкой станции уже второй по счету. То есть есть уже опыт пользования. И хочу сказать, что это действительно так. Он необходим. Необходим. И как устройство, как аппарат, который спасает жизни. Сразу после церемонии аппарат передали бригаде реанимации. Он теперь тоже на боевом посту. В машине скорой помощи. На современном рынке медицинской техники аппарат «Лукас» считается самым эффективным, простым и удобным. И еще, что очень важно, не тяжелым. Его вес 7 килограммов. А это значит, фельдшер его легко сможет донести до пациента. Ну а включение и установка дела техники занимает всего 20 секунд. Старший фельдшер Константин Апольский на станции скорой помощи работает более 30 лет. Говорит, иногда помощь такого аппарата – единственный шанс спасти пациенту жизнь. Аппарат применяется тогда, когда наступила клиническая смерть, произошла остановка кровообращения. Какой бы подготовленный медицинский работник не был и физически, и морально, значит, эффективно проводить непрямой массаж сердца он может несколько минут. Не больше пяти. Дальше надо либо меняться, либо что-то делать. Аппарат позволяет человека разгрузить от этой физической работы. Аппарат для непрямого массажа сердца – поистине умная техника. Он работает по европейским рекомендациям. Включается быстро, нажимает на грудную клетку с нужным усилием. Затем сигнал. Короткий перерыв. Медик в это время должен сделать два вдоха искусственного дыхания. Снова сигнал. Продолжение реанимации. Это самый эффективный аппарат для непрямого массажа сердца, говорят люберецкие медики. Главное, чтобы он оказался в нужное время, в нужном месте. На пляже можно не только лежать и загорать. Любители активного отдыха встретились на кореневском карьере и сыграли в пляжный волейбол. Чем он отличается от классического, узнала Айтар Чирагова. Парная игра и легкий мяч – основные отличия пляжного волейбола от классического. В числе десяти команд участниц – Александра Благова и Иван Грищенков. Волейбол – это команда, шесть человек, семь человек. И здесь намного больше взаимосвязей, взаимоотношений. От этого зависит очень многое. То есть можно быть хорошими пляжниками, но быть в плохих отношениях и все проиграть. Ну и наоборот. Зато сразу видно, кто виноват. Посостязаться за первое место ребята приехали из Раменского. Александра занимается волейболом 10 лет, Иван – в два раза меньше. Победа для спортсменов не главное. Приехали играть за хорошим настроением, за волейболом, за общением. Просто покайфовать, просто получить море удовольствия. Хорошая физическая форма, отличное настроение и активный отдых – то, за чем приходят игроки. Турниры для любителей пляжного волейбола проводят часто и не только на кореневском карьере. Так у нас уже проходили даже несколько раз турниры в Малаховке. Мы можем в один день провести и мужские, и женские, где, соответственно, играет 2 на 2 только мужчина и 2 на 2 только женщина. А следующий день – это смешный, как у нас сегодня турнир, именно микс. У нас было такое, что количество пар доходило чуть ли не до 20. Победители турнира получили медали, кубки и денежные призы. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv ну или в социальных сетях. До свидания.